А помните Гошу мы купили, я вот его поставила этого, Георгия, вот в такую, отрезала от бутылки, чтобы был поддончик, да, чтобы можно было капельки водички туда капать и не протекало. И Ваня поставил у себя на комоде возле телевизора. И вот Гоша выбросил цветочек, да, начал цвести. И, конечно, Гоша нас удивил. Это просто какой-то невероятный капец. Вот Гоша сам вот такого размера. И смотрите, цветочек вырос до каких. Смотрите, почти на всю высоту телевизора. Вот он стоит в детской. Смотрите, обалдеть. Гоша дал, да? Джазу. И Ваня у меня спрашивает, говорит, мам, может это он от радиации какой-нибудь, от телевизора? И эта шишечка, которая была, я там показывала в начале, там, видите, она стала распускаться. Ой, без света плохо видно. Вот, свет включила. Сейчас, может быть, будет лучше. Видите? И там на нем такие маленькие цветочки беленькие. Видите? И вот он продолжает еще расти, наш Гоша. Вот такое. Ну, это у меня ребенка сейчас там на экране, он играет. Представляете, вот такое чудо. И вот такой цветочек. Нифига себе, да? Ой, девчонки, слушайте, пока оказала холодильник, и подумала, что он скучноватый. Смотрите, что мы купили. Вот две банки купили. Одну вчера съели, там у меня только лук остался. Я лука нарезала и решила оставить, потому что мы одну банку съели, эту полукилограммовую селедки. Сейчас покажу. Ой, какая она аппетитненькая. И вторую открыли. Ну, я мужу говорю, давай, там во вторую лук класть не будем. Мало ли, неизвестно, когда захотим еще раз, в следующий раз. Там он оставила с луком. Но, посмотрю, если сегодня еще будем есть, то и лук этот съедим нет, так и нет. А еще хотела вам показать, знаете, что виола. Вот это тоже, это наше российское наследие, память о родине виолы. Ну, финская виола, правда. Но у нас же это очень распространенная, да, продукт. Очень странная виола. Первый раз я купила в Америке виолу. И она странная. Сейчас покажу вам, в чем она странная. У нас же, помните, в баночке эту виолу берешь, она в холодильнике стоит. И берешь, и она как бы форму так поддерживает. А здесь она вообще, этот сыр, он абсолютно жидкий. Смотрите, я вам сейчас покажу, увидите. Вот это я из холодильника достала. Смотрите. И вкус немножко отличается. По вкусу больше, конечно, ну, немножко похоже на сметану. Такой более сливочный какой-то, более сметанный вкус какой-то, сливочный. И она, смотрите, из холодильника это она. Ну, так это еще погуще стало. А мы вчера, когда домой приехали, привезли, так она вообще текла. Я Ване бутерброд хотела нам, ну, не хотела, а сделала бутерброд. Представляете, оно стекало по краям. Вообще жидкое. Странная виола, да? Но виола финская. Вот такая интересная. Так что у нас это вчера был Russian Day. Селедка. А селедки вообще чудеса. Я, конечно, наелась селедки с картошкой, с луком. Все мне было так классно. Но только потом ночью просыпалась пить. Рыба любит воду, как известно, да? Девчонки, смотрите. Ну, мы уже поели, тут у нас остатки остались. Это я вас просто от чистого сердца подразнить. Кукурузка. Купили кукурузку, видите, сварила. Вкусная, зараза, молочная такая. Нет, девчонки, это не то, чтобы я ящик сыграла. Это изголовье в кровати. А я пробую корейскую маску. Я сейчас взяла красный имбирь. Ну, хочу вам сказать, нос у меня длиннее среднестатистического корейского. Видите, у меня кончик носа вообще не поместился. Это, получается, я буду вся красивая, а кончик носа нет. Ну, попробуем, как это работает. Как смогла вообще, прилепила к своему лицу. Не везде ровненько, конечно. Но ничего. Полежу, потерплю, красота требует жертв. Причем я маску сделала. У меня муж поехал к кому. Ну, он ездит. Куда мы ездим-то? Господи, доктор этот, как он называется? Манальный терапевт. Поехал сейчас, она его там, женщина. Она его сейчас там разберет на запчасти, соберет. И у меня муж приедет практически новый. Представляете, да? Он как приедет, а я после имбирной маски такая буду неузнаваемая красавица. Вот течет, жидкости так много. Даже по шее течет. Ну, ладно, я вот так сделаю. Вдруг это круто, да? Кстати, спасибо большое за участие. Девчонки написали мне советы про волосы и про лицо, да? Ну, есть у меня такой недостаток. Ну, недостаток, не недостаток. А знаете, есть, в общем, у меня в анамнезе, это называется, господи, дай бог памяти, экспериментаторство. Вот у меня есть такое, поэтому я в своей жизни много экспериментировала. Ну, вот, к примеру, я вам скажу, у меня волосы были белые-белые вообще абсолютно. Потом были светло-красные-темно-красные, светло-коричневые-темно-коричневые. У меня не было только розовых, синих и зеленых волос. А так я перепробовала все. И бордовые, и всякие якие, и черные вообще, как крыло ворона. Все это было. Вот с маской, да, вроде полежи спокойненько, надо спокойненько полежать. Нет, я не могу лежать, решила с вами поболтать. И вот я этот экспериментатор. И промасла эти все. Я пробовала, и я вам расскажу. Просто случаи некоторые такие идиотические, нет, идиотические, это как-то, да, грубовато. Анекдотические, вот. Я вам расскажу, как я это все пробовала, как это все со мной работало. Так, посмеетесь. Так что я-то пробовала много всего в своей долгой жизни. Ничего я только не перепробовала. Ну вот теперь, надеюсь, я после имбиря не обрезу. Проблема в том, что я аллергик. Вот это моя большая проблема. И те вещи, которыми пользуются, ну, приемы какие-то, да, нормальные люди, они со мной почему-то редко срабатывают. У меня начинает, кстати, лицо пощипывать, я не знаю, но я буду терпеть. Вдруг так должно быть? Это же все-таки имбирь. Я надеюсь, это не аллергическая реакция. Вот теперь вообще. Вот от нечего делать, да, на карантине. Карантин делать нечего. Я докатилась до масок. Ну, в смысле, практически там через день, каждый день, через день там что-то делаю с лицом. Ну, нечего делать. В обычной жизни-то, знаете, там прошляешься, прошатаешься, и уже не до этого. Домой там прибежал, потом ребенок со школы, потом вот это все. И как-то особенно времени нет. А сейчас уже мы, во время карантина я уже все перепробовала, что можно было дома сделать. Уже все посадила, что могло вообще посадиться. Кстати, спасибо большое, Оксан, за чеснок. Вот я забыла, что можно с чеснок, и он всегда есть дома, что можно его тоже так же запихнуть, да, ну, ради эксперимента. Я запихнула, но вот смотрю, уже пару дней пока еще не зашел. Ну, может, рано. А может, его обрабатывают в магазинах, чтобы, знаете, он не прорастал. Я не знаю. Ну, посмотрим, запихнула. Посмотрим, как это будет действовать. И вот все перепробовала, все пересажала, все, что могла найти. И теперь... И теперь... Теперь добралась вообще до ухода за собой. Наконец-то, да, на 43-м году жизни. Представляете, если я маску сниму, видео запишу, а вы меня вообще не узнаете. Либо будет такая красотка, либо утро китайского пчеловода. Это ж... Тут 50 на 50 с моим везением. Надеюсь, все будет хорошо. Ладно, сейчас закрою глаза, буду молиться, чтобы все хорошо прошло. Вот они, вот такие масочки я купила. Пять видов. Ну, под две штучки. Десяток. Корейские эти масочки. Ну, вроде как же корейская косметика сейчас самая прекрасная. Ну, посмотрю. Видите, это лимон. Судя по выгляду, это... Забыла, как называется. Господи, растение. Ну, вы все поняли. Картофельная, вот, да, удивительная, рядом. Картофельная какая-то маска. Ну, это понятно. Перл, скажите, как называется. Видите, вот забываю слова о русске. Вот какая гадость. Ладно. А это красный имбирь. Ну, не знаю. Ой, как отсвечивает. Попробую. Буду тестировать. Купила разные, чтобы... И по две штучки, чтобы, знаете, так проверить, какие мне больше всего понравятся. Лаванда, да? Вот, вспомнила это слово. Это же лаванда выглядит так, да? Потом отчитаюсь о результатах. Специально девчонке вышла на дневной свет, чтобы видно было. Подкрасилась, конечно, после маски уже немножко. Ну, губы, ножка. Тем не менее, на лицо тон никакой ничего не накладывала. Вот смотрите, видите вы отличия или нет. Я, честно говоря, такого мгновенного эффекта никакого не заметила. Но удовольствие получила. Знаете, 20 минут полежала сама для себя. Ну, как бы, вроде как для своего лица. И все. А так, собственно, ну, лицо и лицо. Ну, попробую еще раз. Я теперь, да, второй раз эту же маску использую с этим красным имбирем. Ну, так, чтобы понять, да, есть от нее какой-то результат или это просто как мертвому припарочка. Так что, видите, все по-честному. Какая маска, такой результат. Можете сами видеть. И если вдруг у вас будет там выбор какой-то, да, покупать, не покупать, сами принимайте решение. Хотя, знаете, вот я вышла на свет. Ванная смотрела, как бы, ничего особенного. А тут то ли свет хороший такой, прям, как я и бодренькая. Но лицо не покраснело, прыщами не пошло, что меня уже несказанно радует. Для меня этого, в принципе, достаточно. Я вас всех люблю, всем желаю счастья. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.